Не надо с 25 лет делать мобилизационный возраст. Ну, не надо делать, заниматься. Не надо тем, чем не надо заниматься. Не, я кажу, не треба клыкати вовка злицу. Ну, зачем? Он сам к вам придет. Вот пришел. Смотрите, то есть, фактически, ну, знаете, объясняли, что уже сколько есть умных у нас экспертов, аналитиков. Ну, даже тот же Балашов возьмите. Да и Лешу Арестовича, и этого самого. Ну, у Шелеста сколько ребят умных. На политике какие люди умные выступают. Ну, много есть ресурсов независимых не на этом шмарафоне, а нормальных. Вот. То есть, есть очень много разумных, взвешенных, компетентных людей. Ну, послушайте их. Ну, хорошо, не хочет там это делать, как он называется, этот Зеленский, ну, Ермак. Там у них какой-то свой интерес, я уж не знаю, чем они там руководствуются, предположим. Но другие же еще есть какие-то люди. Или нет? Или все подобраны были этими группой экстрасенсов по какому-то определенному алгоритму, и они теперь находятся в таком, им как бы закодированы и поставлены в мозги такие программки, и они за эти программки выйти не могут. Ну, такое впечатление, понимаете, другого не могу определение дать. Конечно, в Москве и то же самое. В Беларуси, ну, везде, в идее, стоят вот эти шмоньки диктаторы, эти навухудоносоры. Везде одно и то же, да, такое было. В Вавилоне, навухудоносор, да. Вот, что там, царь навухудоносор был. Ну, там Библию почитайте, там много интересного про это. Вообще, читайте Библию, это очень хорошая вещь, она помогает, многие вещи, понятно. Но Евангелие, если православные христиане, то надо, конечно, Евангелие читать, сто процентов. Теперь смотрите, что получается следующее, что в Варшаве уже, ну, то есть, есть мужчины, которые раньше подали документы, и они хотят получить свои паспорта. Они заплатили деньги, они все выполнили, им теперь паспорта не дают. Потому что к Улебе что-то пришло в голову, и этому запретили, этому госпредприятию, сказали, типа, технические сложности, а кого это интересует ваши сложности? Значит, увольте этого директора, если у него технические сложности. Если он не справляется с обязанностями, его надо уволить. Значит, он никудышный менеджер, если ему поступило указание от канцелярии Зеленского запретить выдавать паспорта, то он должен просто заявить об этом. Как там у Орела написано, что в период сплошной лжи, правда становится чем-то, типа, мятежом, да, или как. Поэтому в стране лживая пропаганда. Для ее распространения и закрепления создали разные центры по борьбе с информацией, дезинформацией и прочими какими-то вещами. Давят на этот, на Дурова давят. Давят на, ну уже ж он, посмотрите, какой просто, просто, это ж убийственный для украинской власти. Госдеп я вам сделал этот видео, возьмите это, посмотрите этот доклад Госдепа. Там такие вещи написаны про эту власть, что она творит в Украине. То есть надо же, ну тогда надо что-то делать. Я уже, как говорится, не знаю, как бы, что же вы молчите все, понимаете? И много, сотни мужчин в Варшаве, они просят помощи и все. Ну и что теперь сделать? Что польская полиция туда вмешается? Они что, больные что ли? Чтобы началась у них дестабилизация. У них и так там, как говорится, экономика наладом дышит. И плюс у них конфликт открытый между Дудой, Писом и Туском, его это, Коалицией. Так что там очень тяжелая в Польше ситуация. Плюс у них растет задолженность, у них дефицит, у них инфляция, у них цены растут. Плюс сейчас украинцы выезжают массово. Вполне возможно, что поляки сейчас начнут гражданство давать. Там есть такой механизм, они могут. Это они белорусам дают такую, как бы, такой дается документ, типа как, что они, как это называется, точное название там есть, это как удостоверение личности. Ну плюс есть еще там второй такой документ тоже, когда человек подает на защиту в связи с тем, что он, его государство преследует. В Украине государство начало преследовать людей. Поэтому однозначно будут такие выдаваться документы. Вполне возможно, что сейчас в Берлине будет заблокирован тоже этот визовой центр. Там их в Германии три, кажется, таких центра. В Польше будет еще там один или два есть таких центра. В Братиславе будет заблокирован. Сейчас начнет блокировка, начнется во всех городах. Украинские мужчины, женщины с детьми просто заблокируют эти центры. Вы вообще представляете, что будет? Потом они заблокируют украинские посольства. Вот и все. Станут, что вот Зеленский, типа, тра-та-та-та-та. Ну не буду говорить, не хочу. Но это понятно, что это будет. Потому что это же сразу сейчас надрюкают эту телегу на этого Сережу Брина и этого Ларри Пейджа, на его семью. Что там, типа, вот всякие ютуберы, ломы не дают жить Зеленскому, Ермаку, Кулебе и прочим. Они же сразу, ну, стукачи. Это чисто такая кагибиско-стукаческая суть такая поганая. Ну, Иуда Искариот, Иуда Искариот Иисуса Христа за 30 сребряников продал, поцелуем продал. А, говорю, кого поцелуют, того и хватайте. Этих, сказал, Синедриону и тех, кого они прислали, чтобы Иисуса Христа схватить. Вот то же самое. То же самое Зеленский делает. Ермак Кулеба то же самое делает. Но они же за наши деньги живут. Какое они вообще право это имеют делать? Создайте Следственную комиссию в Верховном Совете. Ну, не только же есть те, которые поддерживают вот эти все античеловеческие решения. Зачем мы 30 лет делали, боролись, революции делали, чтобы вот это теперь над нами так всеми измывались? Вы что, с какой стать? Ну, теперь смотрите, что дальше будет. Объясняю. Итак, все, как я вам прогнозировал. Сенат там проголосовал. 17 человек только сенаторов против. 79 за. Всего их 104, видимо, не голосовало. Там или нету их. Ну, неважно. Короче, уже это все пошло. И уже Байден подписал. И уже пошли первые... Уже первые пакеты пришли. И в том числе ракеты Атамс. И Сунак поехал к Шольцу. Вот, чтобы дали Таурус. Они дали тоже все ракеты. Сейчас еще Макрон должен дать. То есть, дают огромные... Решили, поскольку очень удачно... То есть, все поняли, что нет смысла делать сухопутные операции. Это бессмысленно. Там пробивать какой-то фронт. Оно никому не надо. Вот, просто его надо стабилизировать, этот фронт. Вот, это оружие позволит. Сейчас еще дадут оружие. А будут просто бить ракетами по территории России. Так что вы, пожалуйста, граждане Российской Федерации, поблагодарите Путина. Он сегодня в Смоленской области. Горят уже две нефтебазы, Роснефти. Там 26 тысяч тонн. Там огромное количество этих нефтепродуктов. Молодец Путин. С Сечиным постарался. Отлично. Теперь представьте, сейчас эти Атамсы полетят по полной программе. 300 километров летит. Я думаю, будет разбомбят вот эту базу Черноморского флота в Севастополе. Они туда спокойно долетают. Плюс, конечно, будут по Луганску серьезнейшие удары. Ну и самое главное, Крымский мост. Почему важен Крымский мост? Там он как бы такую, ну играет важную роль. Ну это такая роль, знаете. Но это символ для Путина. Это символ его правления. Что вот при нем построен. Сталин и то не смог. И Хрущев не смогли построить в заливе Керченском. А Путин смог. Вот сейчас этот мост будет разрушен. Ну опоры будут бить там по проливу. Не те, которые бессмысленно бить, которые на суше стоят. Самая тяжелая ситуация, это те опоры, которые стоят прямо там в центре. Ну не в центре, но на самом проливе. Там есть так называемые грязевые вулканы. Их еле-еле эти опоры там поставили. Поэтому по ним надо ударить. Причем будут бить туда под низ опор. И скорее всего их поломают. И этот мост железнодорожный, автомобильный рук нет. Ну Путин просто тогда, я не представляю, что с ним будет. С этой всей его шпанойкой гибистской, синдикатом. И вот это будет символ. Это для всего мира как бы будет символ обрушения как бы власти Путина. Ну плюс если это даст аурасы, то вжарят конечно. Ну куда он долетит там 500 километров. Я так полагаю, что в принципе до Москвы может долететь. Потому что если от границы Сумской области. Конечно там есть опасность. Там это вот что могут сбить. Но могут и не сбить. Вот. И я так полагаю, что это будет тайная операция. И прилетят конечно таурасы в Москву. Немцы будут очень довольны. Германцы, что они так сказать. За эти измывательства. Что там были парады победы. Это все. Что над ними издевались. Они конечно будут аплодировать. Что Зеленский сумел вместе с Ермаком. Этими всеми шмигалями и кулебами ударить по Кремлю. По этому самому зигурату. Мне говорят. Это когда валуйки возьмут. Будут вам. Как это говорит. Будет вам и это. Будет вам и шампанское. И кофе с пивом. И все остальное. Вот. Подождите. Дайте строк. Будет вам и белка. Будет и свисток. Блин. Поэтому валуйки покажутся просто мелким стебом. По сравнению с тем. Что будет. Когда поставят сейчас все эти ракеты. И прочие вещи. То есть будут наноситься без зазрения совести. Запад. Золотой миллиард определился. Что надо бить по территории России. Ракетами. Всем чем только есть. И Путин окажется просто в тупике. Все его вот это рассказы. Что нанесет ядерный удар. Это все чушь собачья. Потому что будут нанесены удары. По вот этой Минской атомной станции. По Курчатову. По Воронежской. По Ленинградской атомной станции. Он же все защитить не сможет. По Запорожской атомной станции. А это похлеще ядерного удара. Просто Путин. Он в этом плане. Ну откуда он знает то что было в Чернобыле. Он что тут был в Чернобыле. Он же не понимает что такое. Это был тысяча какой там. Боже мой. 1986 год. Представляете. Это 24 года. И там получается сколько. 14 лет. 34-38 лет. Представляете. В этих годах где был Путин. Он был в этом самом. Там в Дрездене завклубом. Там как говорится. Пиво пил. Шнапс там и прочими вещами занимался. По ночам. Это самое. Таксовал. То есть это. Ну и там еще и кое чем занимался. То есть это все. Он даже не представляет что такое Чернобыль. А зря. А зря. Поэтому как. Ну хотя бы посмотрел что на Фукусиме творится. То есть это так. Для Димы Медведева. Для Путина там. Для еще каких-то таких как бы безумных. Что там ракеты у них есть. Не надо никаких ракет. Не надо атомных ракет. Ничего. Достаточно просто ударов по атомным станциям. Все. Это полностью. Это хуже всех ядерных взрывов. Хуже. В разы. На порядке хуже. Поэтому вот этот бред что мы ударим ракетами. Что у нас ядерное оружие. В одно место себе в пятую точку эти ракеты засуньте. И все нормально у вас получится. Вот и все. Поэтому я считаю что ситуация для Путина очень поганая сейчас будет. Просто супер поганая. Для Зеленского она еще хуже. Потому что начинаются блокады визовых центров. А потом будут блокады посольств. И конечно это все будут люди выступать. Мужчины, женщины, дети. Старики, пожилые люди выйдут. Скажут. Да Луя Зеленского. Он не президент. Вон откуда к нему черные лебеди прилетят. С любимой ими Европы. Вот в чем дело. А там выборы европейские. И что Зеленский сделает? А ничего, что он может сделать? Мне пишут, что там у меня там есть один хороший такой подписчик. Все пишет. Игорь Ильич, в Молдове типа там есть уже вот эти военкоматы туда прошли. Там они там типа будут вылавливать. Я хочу на них посмотреть, что с ними сделают с этими. Которые если туда в самом деле кого-то направили. Потом будут этими самыми пакетами оттуда отправлять. Надо быть безумными. Молдова идет конфедерацией. Будет нормальная конфедерация. Вот это уйдет. Это президентша, которая по гусям специалистка. Там она в детстве, там в юности гусей посла. Ну понятно же, она ничего не способна делать. Она просто поставлена западными там этим, кем, этим самым сыном этого Сороса. Это же видно, везде Сорос, 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 Сорос. Сын его. В Сербии, в Грузии, в Молдове. Это же понятно, откуда бабло идет. Поэтому я считаю, что просто. Но Сорос же тоже не бесконечен, правда? Поэтому и сын его Саша тоже. То есть, надо прямо говорить, что Молдова превратится в конфедерацию. Молдовы, Приднестровья и Гагаузии. Все. Они там опять против этой начали. Там и прокуратура возбудила против него, этой лидера Гагаузии. Там дело какое-то еще. Такую чушь какую-то несут. Они с ней ничего сделать не смогут. Наоборот, каждый шаг по ее преследованию будет вести к ее росту авторитет. Вот и все. Уже все. А дальше анархия. Мы анархисты, народ свободный. Для нас свобода дорога. Знаете, песня такая есть. Поэтому все. Читайте. Читайте Кропоткина, князя читайте. Читайте этих самых других авторов. Что такое. Есть левая анархия, а есть правая анархия. Есть так называемая национал-консервативная анархия. Вот о чем речь идет. Вы даже не представляете, что будет. Поэтому как раз Бессарабия, Подолия. Это супер будет анархия. Плюс Запорожье. Плюс Херсон. Это смотрите, как там Тачанки. Кто там был? Махно, да? Просто его, так сказать, обегорили. Но появится, обязательно должен аналог Махно появиться. Раз есть Зеленский. Раз есть диктатура. Значит, Одесса, Бессарабия, Молдова. Вот это все. Там где там Валахия. Все остальное. Это будет анархия. Запорожская. Таврия. Херсон. И все остальное. Вы даже не представляете, что начнется. А дальше свободные города. Магдебургское право. И все. И это не будет какие-то там шуры-муры. Это будут все улетать. Просто все улетать. А дальше, когда эти славяне, которые живут в Российской Федерации. Курская область. Воронежская. Смоленская. Эти, как они там. Ростовская. Они же тоже полуанархисты. Белгородская. Это все полуанархисты. И когда начнется вот эта славянско-православная-христианская система функционировать. Да я хочу на всех вас посмотреть, что будет. А когда это все распространится сейчас на Европу. В общем, Зеленский запустил в Европу с помощью этого закона про ужесточение и мобилизацию стаи черных лебедей. Молодец.